Здравствуйте, меня зовут Иргалиева Эльмира Мурзабаевна. Тема первой лекции по дисциплине «Анализ пищевых продуктов. Введение в пищевую химию». Сегодня мы рассмотрим важнейшие продовольственные проблемы в мире и прогнозы их решения, а также классификацию современных продуктов питания. Среди многочисленных условий внешней среды, постоянно воздействующих на организм, фактору питания, несомненно, принадлежит наибольший удельный вес. Однако пища имеет одно принципиальное отличие от всех других факторов внешней среды. В процессе питания она прощается из внешнего во внутренний фактор, и более того, её элементы трансформируются в энергию физиологических функций и структурные элементы организма. Именно поэтому влияние питания является определяющим в обеспечении оптимального роста и развития человеческого организма, его трудоспособности, адаптации к подействию различных агентов внешней среды и, в конечном итоге, к адаптации человеческого организма к окружающей среде, влиянию её агентов. В конечном итоге можно считать, что фактор питания оказывает определяющее влияние на длительность жизни и активную деятельность человека. Таким образом, современное представление о питании отнюдь не ограничивается в первой стадии поступления пищи в организм, охватывает широкий комплекс биологических знаний, которые характеризуют филосеологические и биохимические законы ассимиляции пищи, включая процесс пищеварения, превращение пищевых веществ во внутренних средах организма и вытекающие из них представления о потребностях энергии и многих незаменимых пищевых веществах. В ряду глобальных проблем мировой экономики в современных условиях всё острее проявляется глобальная продовольственная проблема. Вопросы продовольственного обеспечения остаются актуальными на протяжении всего развития экономики, как на национальном, так и на мировом уровне. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на планете систематически голода от около 500 миллионов человек, а около 1 миллиарда человек испытывают явный недостаток в пище. Разница в оценке голодающих вполне объяснима. Именно с этим связано такое понятие, как скрытый голод, то есть нехватка в рационе питания многих ценных питательных веществ, протеонов животного происхождения, белков, жиров, витаминов, минеральных солей. Дело ещё и в том, что в отдельных регионах неурожайные годы, недороды, сменяются урожайными, тогда масштабы голода существенно, но временно сокращаются. Разноречивость в оценке числа голодающих в мире зависит также от используемой при этом методики. На земном шаре сегодня недоедающих голодающих больше, чем когда-либо раньше. Это несмотря на то, что в мире на душу населения производится больше продовольствия, чем когда бы это ни было в истории человечества. Однако глобальная проблема недоедания и голода не сводится только к дефициту продовольствия. Она пронизана политикой, теснейшим образом связана с экономикой и различными сферами общественной жизни. Вследствие чего ряд международных организаций, такие как Продовольственная и Сельскохозяйственная организация ООН и Конференция ООН по торговле и развитию, констатировали наступление мирового продовольственного кризиса. Продовольственная проблема имеет многоплановый характер и подразумевает несколько основных аспектов, перечисленных на экране. Глобальное звучание продовольственной проблемой придает и тот факт, что отдельным государствам ее решения невозможно добиться порой. Необходимы совместные усилия стран голодающих, стран стремящихся достичь полного и гармоничного рациона питания и стран, достигших изобилия продовольствия и вынуждены даже бороться как с излишками пищевых продуктов, так и с избыточным их потреблением, которые приводят к различным болезням, таким как отжирение. Как и многие другие глобальные проблемы, продовольственная значительно сдерживает дальнейшее развитие цивилизации. Продовольственная проблема в мире остается острой. Она проявляется в дефиците продуктов питания и недостаточности их калорийности, нехватке белков и витаминов. Наиболее надежный путь к решению продовольственной проблемы лежит через рост производства продуктов питания в голодающих странах, так и в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Классификация современных продуктов питания. Пищевые продукты – это продукты, произведенные из продовольственного сырья и используемые в пищу в натуральном или переработанном виде. Пищевые продукты подразделяются на следующие группы. Продукты массового потребления – это продукты, которые выработаны по традиционной технологии и предназначены для питания основных групп населения. Второе – лечебные, диетические или лечебно-профилактические продукты. Это специально созданные для профилактического и лечебного питания. Характеризуются измененным химическим составом и физическими свойствами. В эту группу входят витаминизированные, низкожировые, снижение жира до 33%, низкокалорийные, менее 40 ккал на 100 грамм, также с повышенным содержанием пищевых волокон, уменьшенным количеством сахара, холестерина, хлористого натрия и так далее. Третья группа – это продукты детского питания, специально созданные для питания здоровых и больных детей до 3-летнего возраста. Качество пищевых продуктов – это совокупность свойств, отражающих способность продукта обеспечивать органолептические характеристики, потребность организма в пищевых веществах, безопасность его для здоровья, надежность при изготовлении и хранении. Медико-биологические требования качества пищевых продуктов – это комплекс критериев, определяющих пищевую ценность и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов – это отсутствие токсического, канцерогенного, мутагенного или любого другого неблагоприятного действия пищевых продуктов на организм человека, при употреблении их в общепринятых количествах. Гарантируется установлением и соблюдением регламентированного уровня содержания загрязнителей химического, биологического или природного происхождения. Пищевая ценность продукта – это понятие, которое отражает всю полноту полезных свойств пищевого продукта, включая степень обеспечения физиологических потребностей человека в основных пищевых веществах, энергию и органолептические достоинства. Она характеризуется химическим составом пищевого продукта с учётом его потребления в общепринятых количествах. Биологическая ценность – это показатель качества пищевого белка, отражающий степень соответствия его аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для синтеза белка. Энергетическая ценность – это количество энергии в килокалориях, высвобождаемой из пищевого продукта в организме человека для обеспечения его физиологических функций.